Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Был найден механизм использования этой земли, и на следующий год мы также реализуем на площади 50 гектар благоустройство огромной парковой территории. В ТАСС провели пресс-конференцию в преддверии Большого юбилея. Каждый день я прохожу на работу по этой дороге, как бы недалеко работаю, уже как 10 лет тут. Как преобразились территории вблизи новых станций МЦД-3 смотрите в сюжете. Район новый красивый, развивается активно, и уже есть и садики, и школы. На улице Камова открыли новый детский сад. Настрой положительный, но приехали явно не проигрывать. Но для Уверска территория спорта все-таки. Областной молодежный фестиваль «Спорт. Энергия. Жизни» прошел в Томилине. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в Либерецкой администрации. О работе, проделанной за прошедшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За прошедшую неделю в Либерецкую полицию поступило 2250 обращений. Возбуждено 25 уголовных дел, 19 раскрыты по горячим следам. Произошло 159 ДТП с одним пострадавшим. В округе завершаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене лифтового оборудования в МКД. Продолжается ремонт автомобильных дорог. В ремонте у нас сейчас 13 автомобильных дорог общей протяженностью 7,7 километров. Приступили к улице Транспортная, к улице Шевлякова, к улице Юбилейная, к улице Хлебозаводская, к улице Колораж. О готовности школ и детских садов к началу нового учебного года доложила заместитель главы администрации Виктория Бунтина. Сеть муниципальных и частных образовательных организаций Люберецкого округа включает в себя 51 образовательную организацию. Все учреждения имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности. 172 здания образовательных организаций признаны готовыми к началу учебного года. Во всех учреждениях системы образования произведены косметические ремонты помещений, закуплено новое оборудование и проведены работы по благоустройству. На совещании обсудили вопросы содержания дворовых территорий, вывоза мусора, ямочного ремонта дорог. Узнали о праздничных мероприятиях, которые пройдут в день 400-летия Люберец 2 сентября. Богдан Колесников, Денис Угольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему юбилею Люберец. Как преобразился округ за последние годы и какие мероприятия пройдут в рамках празднования 400-летия, ответы на эти и другие вопросы даст Богдан Колесников. Строительство объектов социальной инфраструктуры, благоустройство парков, завершение первого этапа реконструкции Октябрьского проспекта и строительство трассы М5 Урал в обход посёлка Октябрьский. Ещё одна важная тема – благоустройство прибрежной зоны озера Чёрного, которое находится на границе с Москвой. Был найден механизм использования этой земли, и на следующий год мы также реализуем на площади 50 гектар благоустройство огромной парковой территории. При реализации этого проекта, так как это две территории, мы построим мост Дружбы. Такое рабочее название. Этот мост Дружбы соединит два берега, и людям до метро нужно будет ходить уже в одну сторону не два километра, а километр. То есть мы стараемся любой проект реализовать на основе тех пожеланий, которые, конечно же, говорят нам жители. О том, что Люберцы динамично развиваются, подчеркнул и вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. То, что, в общем-то, сделано в последние годы в Люберцах, это не то, что там 3-5, это последние 20 лет в Люберцах, мне кажется, очень серьёзно поменял вообще имидж всего этого города, и теперь уже не города, мы говорим городского округа, когда включены и Томилино, и Малаховка, и Красково, и так далее. Это всё один комплекс, функционирующий вместе. И, конечно, с точки зрения лидеров, это один из лидеров под Москвой. Говорили не только о развитии округа. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала о своём знакомстве с Малаховкой, где проживали её родные, и о первой школе, ныне 46-й гимназии, которую окончил её отец. Там в том числе проходило и моё детство, куда меня отправляли и на каникулы, и на выходные, где мы собирались с родителями, с огромной семьёй дедушки. В этой самой школе моего папу буквально по-настоящему окунули в мир литературы, истории. Папа мой стал специалистом в международных отношениях, потом он выбрал востоковедение, но он мечтал всегда о том, что сможет реализоваться именно на этой дипломатической, международной ниве. Познание международных отношений пришло ко мне от моего папы, которому всё это привела Малаховская школа. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поддержала предложение организовать в Люберцах на её призы всероссийские соревнования по спортивной гимнастике и выступила с инициативой провести спортивно-гимнастическое шоу. В этом шоу принимают огромное участие в том числе и воспитанники детско-юношеских спортивных школ, которые в том числе занимаются в разных уголках нашей страны. А если мы это сделаем в Люберцах, то это будут и дети, и коллективы танцевальные, которые занимаются в учреждениях культуры, искусства в Люберцах. Поэтому если у нас состоится этот проект в следующем году, я буду только счастлива. Темы на встрече поднимали разные, но основная связана с 400-летием Люберц. Какие мероприятия проведут в День города, рассказал Владимир Волков. Мастер-классы музыкальные, спортивные, разные абсолютно будут сюрпризы. И, конечно же, это концертная программа, где будут выступать различные коллективы нашей эстрады. Поэтому приглашаем всех. 1 сентября – это больше официальная часть, когда мы открываем социальные объекты, а 2 сентября, в субботу – кульминация праздника. Поэтому ждем всех, чтобы вместе отметить наш юбилей. Специально к юбилею Люберец диджей Грув написал танцевальный гимн, который исполнит на главной сцене 2 сентября. Также в концерте примут участие музыкальные группы «Балаган Лимитед» и «Гаязов Бразерс», Алексей Гоман, Александр Асташонок, певица Света и многие другие. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На Октябрьском проспекте продолжается благоустройство сквера. Он станет еще одним подарком жителям к 400-летию Люберец. После завершения реконструкции площадь новой зоны отдыха составит почти 8 тысяч квадратных метров. Ход благоустройства проинспектировал Владимир Волков. Симпатично. Такой скверик получится, уездная группа. А то Москва сделала неплохо. Там тоже футбольное поле в свое время плохо. Благоустройство сквера на въезде в Люберцы ведут полным ходом. Рабочие уложили новый бордюрный камень, подготовили основание под тротуарную плитку. Дорожники асфальтируют проезжую часть. Когда завершатся основные работы, установят новые опоры освещения и камеры видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный регион». Кроме благоустройства пошли навстречу жителям и организовали дополнительные парковочные места. Будут яблони высажены у нас, это будут клумбы. Находится четыре клумбы у нас получается с многолетними растениями и кустарниками. Лавочки будут вокруг вот этих клумб. В ночное время сквер будет освещаться, помимо общего освещения, еще предусмотрено архитектурное освещение, которое будет дополнительно подсвечивать деревья. Обязательно будет написано и слово Люберцы, и 400 цифр будет, и она в течение еще года всего останется. Проект мы постарались сделать современным, интересным, насыщенным. И чтобы он, конечно же, был многофункциональным и служил не только украшением города, но и служил еще таким местом отдыха для наших земляков. Обновленный сквер на Октябрьском проспекте откроют в сентябре. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Запуск третьей линии московского центрального диаметра – один из самых долгожданных транспортных проектов для жителей столицы и Подмосковья. В городском округе Люберцы к открытию МЦД-3 благоустроили территории, прилегающие к железнодорожным станциям. Результаты преображения в нашем следующем сюжете. Вот как выглядела территория, прилегающая к станции Пангей буквально несколько месяцев назад. И вот как она выглядит сейчас. Обычный пустырь превратился в современный мини-парк. Комфортная зона отдыха для пеших прогулок, катания на велосипедах, самокатах или роликах, а также для активных игр на свежем воздухе. По многочисленным просьбам жителей здесь оборудовали специальную площадку для выгула собак. Нами произведены работы по благоустройству парковой территории в размере 3,5 тысяч квадратных метров, устройство дорожек пешеходных, велодорожек для самокатов, освещение, порядка 58 светильников установлено, камеры видеонаблюдения. Каждый день я прохожу на работу по этой дороге, как бы недалеко работаю уже, как 10 лет тут. Очень поменялось тут, красиво сделалось. Можно посидеть и хоть на лавочке отдохнуть после работы, пока доедешь домой. Ну, очень красиво. Ребята постарались. Налицо преображение территории вокруг станции Люберцы-1. Для комфортного прохода пассажиров к пригородным кассам и подземным переходам новая плитка и оформление в стилистике МЦД. Кроме того, на Волковской улице обустроили сквер с освещением и камерами видеонаблюдения. Подобные зоны отдыха и комфортного ожидания появились вокруг всех шести станций городского округа, через которые проходят поезда МЦД-3. Этот долгожданный проект не только улучшил транспортную доступность для жителей, но и преобразил Люберцы. В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности, который отмечается в первые воскресенья сентября, Владимир Волков посетил Люберецкую компанию «Газстроймонтаж». Глава округа ознакомился с предприятием и пообщался с коллективом. Компания начала деятельность в Люберецком и Раменском районах весной 2004 года. На протяжении двух десятилетий выполняет комплекс работ по газоснабжению. От геодезических изысканий, оформления земли и проектирования до строительства и сдачи объектов в эксплуатацию. Начинали с небольших газопроводов, жилых домов. Дальше хотели строить распределительные газопроводы. Есть объекты у нас и по 25 километров протяженностью. Внедрили медь еще 10 лет назад для газификации тех же самых жилых домов, что в Московской области и в Российской Федерации не было популярным. Но и требовало дополнительных изменений в регламентах и в нормативах. Газстроймонтаж первым на территории региона получил все согласования и начал использовать для газоснабжения фасадных и внутренних газопроводов медные трубы и фитинги, применяя технологии пайки и пресс-фитингов для полиэтиленовых труб. Срок службы этого полиэтилена более 40 лет. Сварочный стык отличается высокой надежностью прочность соединений. После того, как произведен сварочный процесс, все это подвергается ультразвуковому контролю, то есть соответствующей гарантии качества. Аппарат позволяет производить сварку в полуавтоматическом, автоматическом режиме, что характерно для сварки газопроводов средних, больших диаметров. В настоящий момент компания разрабатывает проекты перекладок газопроводов в протяженности около 25 километров в городском округе Люберцы. 90% контрактов заключены с Мособлгазом. Мы, конечно, им очень благодарны, что он нас поддерживает, учит, чему-то толкает. То есть вот как раз сейчас программа социальной газификации появилась, которую мы старались максимальными темпами выполнить. Социальная газификация продолжается. Мособлгаз при поддержке правительства развивает новые дополнительные программы. Это техническое перевооружение, перекладки газопроводов. Все это дает возможность нам развиваться. За 20 лет компания проложила более 2,5 километров газопроводов, построила несколько десятков котельных и обслужила свыше 3000 абонентов, находящихся в Подмосковье. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Вот уже 10 лет жителям Люберец не нужно ходить по различным инстанциям для того, чтобы собрать пакет документов. Не нужно узнавать графики работы с перерывами на обед, не нужно ехать через весь город и стоять в очередях. Сегодня каждый знает, что оформить важные документы в офисе «Мои документы» быстро и удобно. Награждается Маргарита Геннадьевна Скалярина, директор. Знаков отличия за усердную службу награждается Лариса Николаевна Милосердова, заместитель директора. Первый МФЦ открылся в Люберцах 29 августа 2013 года и предоставлял 69 государственных и муниципальных услуг. С тех пор работа центров совершенствовалась с каждым днём. Здесь заявители получают не только качественную помощь, но и искреннее внимание. Все эти годы вы развивались, мы развивались, я в том числе. Это рождалось запредельно сложно. Кто в первые дни работает, тот, наверное, помнит, потому что на поиск помещений разные установки в начале пути, где быть, как быть, сначала была централизация жесточайшая. Все должны быть в одном здании, и, например, была Балашиха, кто помнит. А мы пошли путём другим, потому что у нас не было такого большого здания. Мы начали распылять, потом мы стали образцом для подражения для других, потому что очень важно, когда человек в пешей доступности может зайти, прийти и получить услугу. Сейчас многофункциональный центр предоставляет 114 федеральных, 219 региональных и 76 муниципальных услуг. Даже во время пандемии коронавируса офисы «Мои документы» продолжали работу. Насколько мы вышли на новый уровень за эти 10 лет, благодаря вам, вашей такой надёжной, профессиональной работе, благодаря тому, что каждый день вы познаёте новое, рассказываете, объясняете каждому человеку, как нужно правильно сдать пакет документов, получить свидетельство о собственности. Это очень серьёзная работа, и сеть МФЦ развивается, и коллектив у вас увеличивается, и задачи всё время прибавляются. 10 лет назад всё началось со штата из трёх человек. Сегодня МФЦ «Люберец» — это 9 структурных подразделений и 350 специалистов, 73 окна приёма заявителей. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В марте этого года в Люберецкой областной больнице открылось отделение реабилитации. Оно предназначено для лечения заболеваний центральной и периферической нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата. За шесть месяцев в новом структурном подразделении оказали помощь более 120 пациентам. Подробности в следующем сюжете. Основная масса пациентов отделения реабилитации — люди, перенесшие инсульт. Врачи ставят перед собой задачу — поставить на ноги каждого, кто обратился к ним за помощью. И даже в самых сложных случаях им это удаётся. У нас было несколько интересных случаев, когда пациенты поступили совсем лежачие и ушли от нас на костылях. То есть самостоятельно. Это после ОНМК пациенты, то есть после инсульта. Мы сами были очень удивлены результату. То есть пациенты старше 70, но очень рады. Они возвращались, приходили недавно в гости, довольные, ходят самостоятельно. Это, конечно, безумно радует. На такой же результат рассчитывает Валентина Князева. Недавно её супруг перенёс инсульт. Восстановление в отделении реабилитации уже показывает положительную динамику. Приехали сюда, мы лежали. Без движения, можно так сказать. Сейчас мы сидим, ногами немножко, руками двигаем. Речь у нас как бы особо не пропадала, но немножко. А так уже прогресс есть. Во всяком случае, стараемся. Для восстановления пациентов в новом отделении есть самое современное оборудование. Это аппараты для разработки суставов верхних и нижних конечностей, вытяжения позвоночника, а также роботизированные тренажёры. Летом коллектив отделения пополнился и новыми специалистами. У нас появился новый инструктор, который базируется на групповых занятиях, на баланс-тренировках, на координационных тренировках. У нас появился прекрасный врач, который раньше работал в сборной команды по футболу и работал в институте Бурденко с инсультными больными. То есть мы расширяемся, расширяемся по персоналу, по тренажёрам. За полгода здесь оказали помощь более 120 пациентам. И это не только жители Люберец. В отделение принимают пациентов из любых городов Подмосковья. Реабилитация проводится бесплатно по полис ОМС. Луиза Игязырян, телеканал ЛРТ. Подведение итогов прошлого учебного года и определение векторов развития образования. В Люберцах прошла августовская конференция педагогической общественности. В этом году встреча состоялась в инженерно-технологическом лицее. На ней побывали и мы. 2023 год – юбилейный для городского округа. И все достижения в сфере образования посвящены 400-летию Любереца. Успехов у педагогов и их воспитанников в этом году как никогда много. В прошлом учебном году мы получили 138 медалистов и 12 – 100 балльников. Это высший балл на экзаменах. И такой балл, 100 баллов, даже показали выпускники прошлых лет. Как результат, 63% наших выпускников поступили в ведущие вузы России. 22 августа в Доме правительства Московской области был представлен рейтинг общеобразовательных учреждений. 40% школ городского округа Люберцы вошли в зеленую зону. В позапрошлом учебном году эта цифра была меньше почти в два раза. Хочется пожелать всем нам пройти этот год достойно, добиться новых результатов, еще более высоких. И, конечно же, решать проблемы, те, которые возникают абсолютно вместе. Всем вам огромное спасибо за то, что вы делаете, за ваш труд, за то, что вы вкладываете свои знания. И, конечно же, наши ученики, наши дети – это наше будущее. Три общеобразовательных учреждения городского округа Люберцы вошли в топ-100 лучших школ Подмосковья. Руководителям гимназии номер 16, 56 и 41 вручили сертификаты на 3 миллиона рублей на премиальный фонд сотрудникам и 5 миллионов на приобретение оборудования. Каждый год в преддверии нового учебного года жители Люберец радуют открытием новых образовательных учреждений. Это стало доброй традицией. В микрорайоне «Самолет» на улице Камова появился еще один детский сад. Подробности далее. В новых группах собрана мебель и бережно расставлены на полках игрушки. Они ждут своих хозяев, пока те дают концерт в честь открытия детского сада. Трехэтажное здание площадью 4,5 тысячи квадратов рассчитано на одновременное пребывание 15 групп, а это ни много ни мало – 360 человек. Район новый красивый, развивается активно. И уже есть и садики, и школы, и поликлинику недавно открывали. Ряд объектов, которые еще только предстоит реализовать. Но то, что сегодня родители, молодые семьи дождались этого объекта, куда можно направить ребенка, где он будет в течение дня проходить всю подготовку, о нем будут заботиться педагоги, где он будет получать первые такие шаги образования, это очень здорово, когда это еще расположено все рядом с домом. На территории детского сада две физкультурные площадки и 15 индивидуальных для прогулок с игровым оборудованием и навесами. Перед главным входом здания – пространство для торжественных мероприятий. Мы действительно один из самых быстро развивающихся территорий Московской области. И программа губернатора, наше Подмосковье и образование – это, наверное, самое-самое приоритетное, то, что нужно людям. На каждом этаже расположено по пять групп со своим буфетом, спальнями, раздевалками и туалетами для дополнительных занятий – музыкальные и физкультурные залы. Есть кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок. Новый детский сад на улице Камова стал структурным подразделением инженерно-технологического лицея. 1 сентября свои двери распахнули новые учреждения образования и те, которые были закрыты на капитальный ремонт. На каком этапе реконструкция дошкольного отделения 52-й школы, выясняли мои коллеги. Капитальный ремонт одного из старейших детских садов округа продолжается. Но уже сейчас можно в полной мере оценить его преображение. Ни фасад здания, ни его помещение не выдают солидный возраст этого объекта. Старые стены получили новую жизнь. В течение летнего периода проводились активно работы по замене абсолютно всех коммуникаций, кровли, демонтаж всего оборудования. Фактически оставались только от старого садика одни стены. Сейчас мы видим на заднем фоне красивый фасад, современный, утепленный. Внутри новая разводка. Это абсолютно новые сети, вода, канализация, электричество. И самое главное – вентиляция. Вентиляции никогда не было. А вот бассейн в этом детском саду изначально был, но не функционировал. С нового учебного года малыши смогут заниматься плаванием. Строительные работы во всем здании уже завершены. Остается подключить оборудование, датчики и передать объект педагогам. Стоит задача 28 числа для того, чтобы строители ушли. Соответственно, мы к 28 числа стараемся. Задача поставлена, она будет выполнена. Соответственно, дети пойдут в новый сад с новым бассейном, с новыми групповыми, с новым пищеблоком, с новым комфортным музыкальным и спортивным залом. В детском саду разместится 12 групп. Его будут посещать 360 малышей в возрасте от полутора до семи лет. В следующем году на территории учреждения появятся новые игровые зоны и спортивная площадка. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Еще одним подарком ко дню города стала книга «Летопись люберецких столетий». Презентация издания, над которым работали краеведы, историки и писатели городского округа, состоялась в библиотеке имени Есенина. Подробности в материале нашего корреспондента. Эти кадры были сделаны в ноябре прошлого года. Лучшие историки и краеведы городского округа люберцы совместно с главой обсуждают будущую книгу, которую выпустят накануне 400-летнего юбилея города. Идеи и предложений было много. За это время проделана огромная коллективная работа. И вот в свет вышло еще одно издание, повествующее о богатой истории люберецкого края. Кутузов здесь принимал историческое решение и в гражданской войне это решение помогло победить врага. То есть это наша история. Здесь учился Юрий Алексеевич Гагарин, здесь Фаина Раневская выступала, здесь выступал Шаляпин. Эти и многие другие интересные факты и события, которые произошли в Люберцах за четыре века, собраны в одной книге. Каждому столетию посвящена отдельная глава. Так как Люберцы все-таки это частичка нашей большой страны, мы просто все это расширили за счет того, чтобы показать, что в Люберце делалось часть того, что делалось во всем государстве. Поэтому тут есть вся информация и о том, кто приходил к власти, какие цари, какие реформы, какие соответственно были катаклизмы в земле российской. Потому что все это отражалось именно в наших земляках. Над книгой «Летопись люберецких столетий» работала большая команда. В редакторскую группу вошли сотрудники Краеведческого музея, библиотекари и журналисты. Каждого, кто внес вклад в этот значимый проект, глава округа отметил благодарственными письмами. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается серия праздников «День соседей». Мероприятия, объединяющие жители одного двора, проходят во всех поселках округа, а также в новых микрорайонах. Одну из самых массовых площадок организовали в жилом комплексе «Самолет». Как все прошло, покажем в следующем сюжете. Не «День соседей», а настоящая дискотека под открытым небом. Семьи знакомые хиты исполняли артисты городского округа. В то время как взрослые слушали концерт, дети угощались сладкой ватой, участвовали в квестах и мастер-классах. Здорово! Деливать, пряники разукрашивали. Да, очень интересно. Здесь много всяких подарков дают. И мастер-классы. Я пришла с братом, и вот с подружками встретились. А я с друзьями, Катя, Маша и Тося вот. Замечательная идея, шикарная, просто объединяет народы, национальности. Все хорошо. Я сначала с окна наблюдала, ждала, пока ребенок проснется. Наконец-то ждала. Вот теперь веселимся. Классно. Праздник «День соседей» дошел до микрорайона Зенина. Площадкой его проведения стал двор на улице Камова. Для нового жилого комплекса такие мероприятия важны по-особенному. Они дают возможность соседям познакомиться друг с другом. С приятными новостями к жителям обратился глава-люберец Владимир Волков. Так как мы находимся на территории вашего микрорайона, я хочу озвучить такой серьезный проект, который будет реализован на следующий год. Это озеро Черное. На этом месте будет разбит парк. Современные, красивые, спортивными площадками, площадками с пешеходными зонами, велодорожками. И, конечно же, мы сделаем набережную. А на набережной сделаем место для, как сейчас говорят, для приложения труда. Это кафе, это ресторанчики, это магазинчики, это, конечно, аттракционы. Подобные встречи приурочены к главному событию этого года – 400-летию Люберец. До масштабного празднования юбилея города остались считанные дни. Уиза и Гязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На один день Центральный парк превратился в большую танцевальную площадку. В Люберце приехали более 200 человек из разных регионов России, чтобы принять участие в фестивале современной хореографии «Пространство танца». Пятый год его проводят в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Подробнее в репортаже Богдана Колесникова. В Люберецкий парк с самого утра стекались поклонники уличных танцев – профессионалы и новички, дети, молодежь и взрослые. Площадка объединила танцоров из Ярославля, Томска, Санкт-Петербурга, Белгорода, Москвы и Подмосковья. Здесь каждый мог реализовать свой потенциал, найти единомышленников и развить навыки. Первыми выступили самые юные участники. «Больше мне нравится танцевать в брейкинг, потому что он слишком раскачаный, все энергия, все очень классно, просто реально, прям мне нравится это уже, это как мое хобби». Станцевать лучше всех – мечта и здоровая амбиция каждого участника. Но самое главное – превзойти самого себя. Баттл длился минуту. За это время участник должен показать свой уровень, удивить судей и войти в число лучших. «Я участвую уже в третий год в пространстве танца. Мне очень нравится тут атмосфера, крутые студии, много друзей я тут встречаю. В танцах можно выражать свои эмоции, двигаться вообще. То есть в хип-хопе я могу двигаться вообще, нет никаких правил. Как я чувствую музыку, так и двигаюсь. Я вся жизнь в танцах». Основное отличие уличных танцев от академического – импровизация. В зал ребята ходят, чтобы выучить ряд основных движений. А самовыражаются вот на таких фестивалях и встречах. «Приятно на свежем воздухе, в парке потанцевать. И такой вот формат «упен-эйра» – это тоже одна из главных фишек людей, что не в залах, как обычно они танцуют, не на концертных сценах, а приходят именно в парке, жители могут посмотреть. Люди приезжают, чтобы потанцевать. Вот мы приехали в Люберце, и очень рады этому 400 лет. И нам 5 лет так совпало. Я думаю, что магия цифр оставит в сердцах танцоров частичку и танца, и Люберец. Пространство танца – самый крупный фестиваль современной хореографии, который объединяет танцоров всех стилей на одной открытой площадке. Шесть танцевальных направлений, в каждом по две номинации. Фестиваль продолжился до самого вечера. Лучшие из лучших выступили на главной сцене. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Большой музыкальный марафон исполнителей кавер-версий отечественных хитов «На одной волне» проходит в Подмосковье. Всего запланировано 50 концертов в 25 округах. Один из них – в Люберцах. Любимые хиты российской эстрады – хореография на высоком уровне. Всё это – музыкальный марафон «На одной волне». Такие мероприятия «На одной волне» фестиваль проводится практически во всех городах Московской области. Первый этап был в апреле, сейчас проходит второй этап. У нас финал будет этого фестиваля 2 сентября в Метичах, в Химках. Люди во всей Московской области имеют возможность увидеть действительно замечательных исполнителей, насладиться музыкой. В Центральный парк Люберец приехали исполнители и коллективы, которые уже давно знают и любят в городском округе, а также приглашенные артисты. Наша группа, она больше заточена на драйв, энергетику, то есть танцы, петь вместе с гостями. Мы планируем большой интерактив с гостями, мы сделаем изюминку нашего коллектива, поучим людей бесплатно играть на скрипке, исполним знаменитые хиты нашей российской эстрады и постараемся просто провести хорошо время с гостями и с публикой, потому что мы сами кайфуем от того, что мы делаем на сцене. Марафон организован в рамках реализации специальных проектов Министерства культуры и туризма Московской области при поддержке команды губернатора и Московской областной дирекции по развитию парков. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Томилине провели областной молодежный фестиваль «Спорт. Энергия. Жизни». На стадионе «Урожай» для участников подготовили большую спортивную программу. Как прошел праздник, расскажем в следующем сюжете. Перед началом состязаний – жеребьевка, определившая порядок игр между командами, и 20-минутная разминка, которую провела двукратная чемпионка России по теннису Надежда Гуськова. Около 20 команд из разных округов Московской области соревновались за право быть первыми. Участники показали ловкость, быстроту и сноровку. А главное – получили заряд бодрости и массу позитивных эмоций. Настрой положительный, но приехали явно не проигрывать. Люберцы – территория спорта все-таки. Рассчитываем на победу, первое место. Они сразу же приехали. Соревнования проводят в нескольких локациях одновременно. Здесь – турнир по мини-футболу. Игру ведут 10 игроков по 5 с каждой стороны. На соседнем поле – соревнования по стритболу, которые инициировали члены молодежного парламента. С этой идеей мы вышли на наших партнеров. Это Всероссийское движение «Здоровое отечество», которое нас поддержали. Помогли с атрибутикой, помогли с подарками, призами для ребят. У нас игры прошли в 20 городах подмосковных. Сейчас в Люберцах мы проводим общий финал, где выявится самый сильнейший. За главный приз состязались 9 команд победителей окружных этапов турнира по стритболу. Среди финалистов – команда из Люберец. Мы месяц назад участвовали второй раз в этих соревнованиях. В прошлый раз заняли второе место. Вот сейчас опять позвали уже представлять в Люберецке нашу команду. Вот, постараемся выиграть. Команду, смотрим, посерьезнее уже, чем в прошлом на местных таких. Ну, попытаемся, попытаемся выиграть. В соревнованиях приняли участие более 150 человек. Кроме турниров по стритболу и мини-футболу, организаторы фестиваля предложили ребятам проверить уровень подготовки в дартсе с мячом, настольном теннисе и киберспорте. В городском округе Люберцы появилось еще одно место, где будут растить будущих чемпионов. Во Дворце спорта «Триумф» открылся новый боксерский зал, предназначенный для проведения тренировок начинающих и профессиональных спортсменов. С первыми посетителями мастерской бокса познакомились мои коллеги. Первая тренировка в новом зале. Воспитанники мастерской бокса в спешке надевают экипировку. Евгений Остроменский делает первые шаги в этом виде спорта. Ранее юноша занимался айкидо. Хотел заниматься боксом, чтобы защищать себя. Если кто-то нападет на улицу, я мог отдать отпор. Вот там мои два друга, которые тоже недавно пришли на бокс. С открытием нового зала юноша и их тренера поздравил глава, Люберец Владимир Волков. Символично, что мастерская бокса появилась накануне юбилея города, с которым связаны имена многих знаменитых спортсменов. В каждом городе скажу, что такой зал есть. Поэтому всем нам заниматься спортом, набираться здоровья. И, конечно же, пусть этот зал видит много спортсменов, может быть, даже и таких титулованных в последующем. Боксерский зал рассчитан на 20 человек. Здесь есть все необходимое для занятий. Ринг, тренажеры, зеркала для технико-тактической и специальной подготовки. Я хотел пройтись по школам, набрать детей от 10 лет и старше. Ну, и начать готовить. Просто опыт огромный. Решил не зарывать его. Хотел уйти от бокса, но меня здесь догнал, Люберец. Группы такие, которые будут приходить, тоже буду с ними работать. Но для себя в приоритете набрать группу. В течение полугода-года я уже дам результат. В городском округе Люберцы более тысячи человек занимаются боксом. Открытие этой мастерской позволит спортсменам совершенствовать свои навыки и достигать высоких результатов. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok